В понедельник в Солдиновской гимназии собрались представители городских властей, прессы и школьного руководства. Причиной для этого послужило открытие новых мастерских для занятий по труду для мальчиков. Теперь здесь есть два помещения, оснащенных по последнему слову техники и безопасности. С 1985 года эти помещения в полной мере использовались. Мастерские это не просто уроки труда. Мы должны все время помнить еще о соблюдении правил безопасности. Это касается и самого помещения, оборудования, вентиляции и так далее. Поэтому, в общем-то, прямая необходимость была для того, чтобы именно эти помещения были реновированы. После торжественного открытия класса по труду, в котором участвовала руководитель школы, а также представители города, вице-мэр по городскому хозяйству Андрей Филиппов, руководитель строительного отдела департамента городского имущества и хозяйства Ольга Родинова, представитель фирмы генподрядчика в реализации ремонта Михаил Плаксон и учитель трудов, который будет учить мальчишек гимназии в новых мастерских. Ну, во-первых, вентиляция, чистый воздух, стружкоотсос. И, что самое важное, каждый станок оборудован системой безопасности. В случае, если где-то нарушили старые станки, все были сломаны, уже нельзя было работать. Сейчас без всяких проблем можно работать, соответственно, всем нормам. Токарные станки по металлу, так? Это где можно обучать, ну, всяким различным операциям токарным. Станок довольно-таки оригинальный, токарно-фрезерный станок, который можно сделать сразу для операции на одном станке. Есть фрезерный станок, то же самое, чисто фрезерный по металлу станок. Ну, это те, которые новые станки. Основное, что отличает этот объект, как строительный объект, что он, кроме строительства, полностью обновления стен, потолка, пола, окон, дверей, еще делается поставка оборудования. Оборудование это шведское, поставляла фирма, бренд у нее «Луна», называется она «Тулс Нарва». Оборудование порядка 300 тысяч. Оно действительно современное и высокоточное. Некоторое даже с прецизионным управлением. Такому оборудованию мог позавидовать и предприятие. Было подано ходатайство в бюджет города, чтобы именно в Солдинской гимназии выделили деньги для такой мастерской. Тем более, что эти мастерские находились в плачевном состоянии, было предпочтение отервисты КАСТ и Пиаста Амит, об угрозе даже закрытия в этих помещениях. Поэтому город оценил все действительно нюансы эти. И для этой школы были выделены деньги. Деньги – это кредитные деньги. Город получил кредитные деньги в размере 2 миллиона. И в том числе, вот это новое оборудование, которое вы видите, это тоже приобретено за счет этих же денег, кредитных денег. Стоимость этого оборудования составляет 290 тысяч. Так, ориентировочно.